А вот еще одна история. Многие говорят, будь гуманнее, это не гуманно. А знаем ли мы, что такое гуманизм на самом деле? Давайте разберемся. Термин гуманизм в переводе с латинского «человечность», «человечный» появился еще в трудах римского философа Цицерона. Он отмечал, что понятие «человечность» как важнейший результат древнегреческой культуры прижилось и на римской почве. Но развитие этот термин получил в трудах итальянского поэта XIV века Франческо Петрарки. Петрарко писал, что гуманизм – это все то, что не относится к области божественного. То есть он констатировал некое противопоставление между Богом и человеком. Последующие писатели и философы, такие как Джованни Боккаччо, Леонардо Бруни, Леон Альберти и другие, развили идею гуманизма. Само понятие стало философским стержнем эпохи Ренессанса. Гуманизм тогда означал перенесение человека в центр мира, изучение в первую очередь именно человека, то есть переход от теоцентризма, Бога как центр мироздания, к антропоцентризму. Главным философским принципом эпохи Ренессанса было учение о высоком назначении человека, о его достоинстве. Также гуманисты вновь поставили вопрос о соотношении свободной воли человека социальной необходимостью и обязательствами. Это согласовывалось с идеалами античной культуры. В последующие века это понятие повлияло на развитие системы образования и права в Европе, а также на европейскую культуру в целом. Субтитры создавал DimaTorzok